Некоторые ситуации не оставляют другого выхода, кроме как просто смириться со случившимся. Играя с клубком ниток, кот буквально загнал себя в ловушку, из которой без сторонней помощи теперь не сможет выбраться. Некоторые пазлы больше похожи на какую-то пытку. В этот момент кто-то понял, что покупать пазл с изображением легендарной игры про братьев Марио было далеко не самой лучшей идеей. Мужчины сразу поняли, что даже совместными усилиями они не смогут исправить ситуацию. Оставалось присесть и ждать тяжелую технику, которая им поможет. Привет, с вами канал Фактория. Мальчишка явно не понимает, за что стоит переживать сильнее. Насчет того, что его отчитывают по поводу разбитой игрушечной машины или за испорченный бампер настоящий. Вы думаете, что у вас выдался неприятный день на работе? Тогда посмотрите, какие последствия приходится разгребать после того, как неполадки случаются на комбинате по упаковке яиц. Я, конечно, осознавал, что когда ребенок научится говорить, то посыпется куча вопросов. Но чтоб столько, посчитал, сколько раз за день я услышал слова «почему». Хотите узнать причину, от которой девочка была настолько расстроена? Ей сообщили, что у нее будет младший брат, а она всю жизнь мечтала о сестре. «Буквально пару минут назад его глаза горели от счастья, но после того, как мы проехали парк, где обычно гуляем, он понял, что мы направляемся в ветеринарку», – рассказывает автор фото. «Зашел случайно в женский туалет и оказался в засаде. Уже 10 минут не могу выйти, потому что дамы все приходят и приходят». «Лежал в поле, и мимо проходила чья-то корова. Она пристроилась рядышком и уснула. Теперь я не знаю, как мне встать». Присылайте по ссылкам в описании свои интересные фото. Этот снимок был сделан учителем. Он рассказал, что одного из его учеников под конец урока настолько все достало, что тот начал медитировать. Любой ребенок был бы счастлив сделать фото с такой связкой воздушных шаров, но не все фотосессии заканчиваются успешно. Ну, она хотя бы не улетела вместе с ними. Похоже, что мимо этого грузовика проходил какой-то недовольный человек, который был крайне разочарован в жестокости нашего мира. Перед вами кадр с тренировки действий во время спецопераций. Даже не представляю, что будет происходить во время настоящего задания. Этот кот застрял головой в вазе. С перепугу он разбил ее, после чего на шее осталось такое египетское украшение. Судя по взгляду, он до сих пор пребывает в шоковом состоянии. Еще одни котики, которые совершенно не понимают, что происходит. Добыча буквально под носом, но из-за льда до нее невозможно добраться. В общественном туалете закончилась бумага, но посетитель догадался, где она хранится. Пришлось прибегнуть к грубой силе, других вариантов не оставалось. Подходишь к водителю маршрутки, чтобы оплатить проезд, и натыкаешься на табличку с текстом. Талонов нет, как вам ехать, я не знаю. И что теперь делать? На случай, когда не существует правильного решения, уже и специальные переключатели придумали с одними лишь отрицательными ответами. Кому-то надоел скрип от качелей во дворе, поэтому были выбраны самые радикальные методы решения проблемы. А как теперь быть детям? Я не представляю, как он попал в такую ситуацию, и почему он настолько спокойно занят своим телефоном. Но на ум сразу приходят кадры из всеми известного мультфильма. Некоторые даже в безвыходных ситуациях не теряют оптимизма. Несмотря на то, что они сейчас полностью промокнут, на их лицах остается улыбка. «Мой сэндвич застрял в торговом автомате. Решил его выбить бутылкой палпи. И что вы думаете? Она тоже застряла!» Трагичная история одного неудачника, который остался без ланча. Мальчишка хотел достать мороженое с верхней полки без помощи родителей. По его выражению лица видно, насколько он расстроен тем, что и мороженое не поест, и от мамы достанется. Глядя на эту фотографию, на ум приходит аналогия, что примерно так и чувствуют себя студенты с кучей долгов, из-за которых они на грани отчисления. Он еще не знает, что внизу его ждет бассейн. Наверное, пес считает, что хозяин решил избавиться от него самым подлым способом. Просыпаешься с утра, солнышко блестит, птички за окном поют свои песни. Совершенно ничего не предвещает беды в это прекрасное утро. А потом выходишь во двор и впадаешь в ступор от увиденного. Этот кот был так близок к свободе, у него практически получилось выбраться из домашнего заключения. Эх, если бы не решетка. В некоторых местах дорожные знаки выглядят настолько противоречиво, что начинает казаться, будто это чья-то глупая шутка. И что теперь делать, если впереди тупик, а разворачиваться нельзя? Так выглядит боль продавцов магазина со строематериалами. Не знаю, что здесь произошло, но на то, чтобы рассортировать все детали, уйдет уйма времени. Смарт – отличная машина для городских условий. Но когда тебе приходится перевозить что-то крупное на нем, ты перестаешь так считать. В такие моменты осознаешь, что этот день тебя подвел с самого утра. Сначала автомобиль откопай, а потом и от начальника получи за опоздание. Заказала шорты в онлайн-магазине, вскрыла посылку, а внутри меня ждал неприятный сюрприз. С них не сняли защиту от кражи. И что теперь делать? Эта дорожка ведет к единственному выходу в столовую. Когда даже не знаешь, что выбрать? Остаться сухим и голодным, или полностью промокшим, зато сытым. Если вы упаковываете деньги в подарок не в привычный для всех конверт, то следует заранее предупредить человека, чтобы он открывал упаковку аккуратнее. Фотография была сделана в общественном месте, и этот наушник не принадлежал автору снимка. Просто представьте, насколько больно будет его владельцу, когда он обнаружит пропажу. Когда единственный медработник находится на больничном, ты действительно начинаешь осознавать, что такое безысходность. Так выглядит двор, в котором дети круглосуточно обречены играть в тени. Потому что в течение дня солнце не попадает внутрь от слова совсем. И о чем думали архитекторы? Эта кружка напоминает то, как пытаешься улыбкой скрыть свое ужасное настроение. Из нее я бы точно не стал с утра кофе пить перед работой. В Перми, видимо, настолько все плохо с бесплатными парковками, что в их честь кто-то даже возвел памятник, который показывает, насколько люди по ним соскучились. Как говорится, беда пришла, откуда ее не ждали. Будем надеяться, что окна в квартире выдержали такой напор воды. Еще одна до безумия неприятная ситуация из строительного магазина. Впрочем, по лицу мужчины и так все понятно. Кто-то захотел насладиться шашлычками на природе, и в самый неподходящий момент начался жуткий ливень. Но этот мужчина не сдается до последнего. Всем бы такую уверенность в себе. В этом случае остаешься доволен, насколько у тебя надежные оказались окна. Меня интересует только один вопрос. За входной дверью такая же обстановка? Еще один кот оказался в капкане, но на этот раз ситуация была намного безжалостнее к нему. Хочется верить, что автор фотографии потом спас Мохнатова. Вот что случается, когда вытаскиваешь лоток для льда из холодильника с автоматическим генератором льда. Теперь главное успеть все убрать, пока не растаяло. Сегодня мне позвонил жилец, снимающий у меня квартиру, и сообщил, что унитаз не смывается. Вызвал ему сантехника, и он мне отправил это фото. Вопрос даже не в том, как это произошло, а в том, войдет ли теперь этот ключ в замочную скважину. В карманах происходят удивительные вещи. Наверное, у людей, которые устанавливали лавки на побережье, в этот момент было отвратительное настроение. Другого объяснения у меня просто нет. Когда тебе в фастфуде выдают такой стакан, ты понимаешь, что в этот день целая вселенная настроена против тебя. Как же я сочувствую тем людям, которые не сразу заметили, где находится туалетная бумага. Тот, кто повесил держатель в это место, явно очень любит розыгрыши. Вроде паучок и не такой уж большой, но тех, кто боится даже крошечных пауков, он поставит в весьма затруднительную ситуацию. Увидев такое чудо, сразу начинаешь искренне верить в то, что бензина тебе должно хватить до следующей заправки. Многие считают, что число 13 приносит неудачи. Но это вовсе не так. Настоящие проблемы вам может доставить число 317. Оптимист в этот момент сказал бы, что появилась прекрасная возможность дать ногам отдохнуть от каблуков. В общественном транспорте, самолетах или поездах встречаются такие люди, которые могут создать для вас дискомфортные условия. И если вы человек скромный, то весь путь придется молча терпеть. Автор фото как раз был из таких. Люди, выросшие вместе с братьями и сестрами, по-настоящему знают, что такое безысходность. Ведь каждый день проходит как на войне. Тебя иногда даже в плен взять могут. Тот, кто устанавливал здесь проектор, посчитал, что в помещении можно обойтись и без вентилятора. И теперь кому-то приходится мучиться. Вы когда-нибудь боялись, что ключ сломается прямо во время его использования? После просмотра этой фотографии такой страх может остаться с вами еще надолго. Я не понимаю, то ли он из бесстрашных, то ли пока еще не заметил нежданного попутчика. Хотя, быть может, и такое, что он в шоке от происходящего и боится пошевельнуться. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok